Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финнам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда, в это время обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Вопрос номер один. Вопрос на засыпку. Сохранится ли растущая динамика на финансовых площадках? Вот об этом мы сегодня поговорим. Гости в студии. Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований, инвестиционной группы «Универ Капитал». Добрый день, Дмитрий. Добрый. И в студии Александр Головцов, начальник аналитических исследований, управляющий компанией «УралСИП». Добрый день, Александр. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Ну и начиная эфир, давайте я рисую картину маслом. 1506 в Москве. Что же произошло к этому моменту на финансовых площадках? Пятничное закрытие Америки. Отрицательное. Минус процент с лишним. Dow Jones 0,7 S&P и 0,3 NASDAQ. Коррекция. Коррекция. Дальше смотрим Азию. Сегодняшняя торговая сессия также в отрицательной территории. Хотя нет, разнонаправленно. Потому что Никей снизился на 0,1, а вот Шанхай композит вырос почти на 1,5%. Ну, понятно, что, видимо, хорошая статистика, да? Дала повод для этого роста. И Европа. Европа. Ну, отрицательно, можно, наверное, сказать. Потому что сейчас Фудси теряет 0,3%. Наши индикаторы чуть-чуть отскакивают. Но, тем не менее, минус 0,9 РТС, минус 0,5% ММВБ. Рубль продолжает коррекцию. То есть слабеет против доллара после недавнего роста. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 109 за бочку. LightSuite 105. Золото 1323 за унцию. И евро-доллар 1,3513. Ну, выше 1,35 практически без изменений второй день. До пятницы и понедельника торгуются практически без изменений. Голубые фишки сегодня в основном в отрицательной территории. Среди лидеров лучше рынка выглядит Аэрофлот. На процент он сегодня растет. Полпроцента прибавляет лукойл. И Ростелеком опадают стремительно. АвтоВАЗ 2,5% в минусе. По проценту теряют МТС. 1,5% Роснефть. Столько же Северсталь, обычка. И 1,7% в минусе Уралкалий. Ну да ладно. Вот такова картина маслом. Давайте начнем наш разговор. Ну и первый вопрос такой. По поводу растущей динамики. Ну, повод был. Повод подрасти был. Что там греха таить дадим. Собственно, господин Бернанкин всех обнадежил. Сказал, что ребята, покупайте, продолжайте. И покупали таки. Но как-то недолго. Да, немного действительно покупали. Но на самом деле, смотрите, очень похожая картина на то, что было в том году на оглашении. Совершенно верно. Я тоже сегодня вспоминал с утра на семинаре. Абсолютно то же самое практически. И там же был у нас сентябрь месяц. Да, фактически. И географически. И абсолютно сходная формация на графиках. Вопрос в том, будет ли абсолютно такая же калька и продолжение дальше или нет. Если вспомнить, то в России как раз после этого уже последовало очень глубокое снижение. Если смотреть фундаментально, непонятно. Потому что на неопределенное время продлили эту программу. Собственно говоря, предпосылки были в том, что американская экономика восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. Безработица еще не там, где уже точно нужно снижать объемы субсидирования экономики. И если действительно закладываются более низкие темпы роста, то это не значит, что в декабре могут поднять ставку. Также не значит, что весной могут, вернее, не поднять ставку. А ее нынешний эквивалент сокращения объема выкупа. Поэтому, скорее всего, все-таки рынок будет закладываться, грубо говоря, на квартал. На квартал дешевых денег. А это... То есть до конца года. Да, до конца года. А это на самом деле для России это позитив очень условный. Потому что, если это деньги короткие, то максимум, ну куда они могут прийти в Россию? Что-то там выдернуть немножко в голубых фишках. Как это и было, да, Сбербанк и с Газпромом. Может быть, на рынке еврооблигаций. Да, вот если смотреть по рынку долга, да, то есть как бы немножко другую группу инвесторов институциональных, то там были, в принципе, покупки на ОФЗ, выкупили ОФЗ. Но, опять же, там уже нет развития, например, по длинной 207. Ты имеешь в виду покупки на прошлой неделе были? Да, да, да. И там, грубо говоря, вот мы и пришли по длинной 207 ОФЗ, 15-летка, да, к уровню 106. И все, остановились. Уровень знаковый. То же самое, я боюсь, что можно сказать и о рынке. И скорее для нас это, ну, я больше склоняюсь к тому, что и с технической точки зрения, и с фундаментальной. Скорее нужно ждать, по крайней мере, сейчас развития небольшого снижения. И по Америке, и там действительно небольшого, и по нам. Насколько глубокого, пока сказать сложно. Ну, процентов 5 вполне возможно. Я помню, спасибо. Саш, твой взгляд на вещи. Оптимизм присутствует? Причем я хотел бы опять, да, начать с того, что, хорошо, у нас окон здесь нету. Посмотрите, уважаемые коллеги, да, в окошко. Там оптимизма никакого. Хотя бы на рынке, может, он есть. Ну, хорошая новость, это то, что акции дешевле стоят, российские акции, по крайней мере, чем год назад. Тогда почти 1600 был индекс РТС. После объявления бесконечного QE сейчас процентов на 10 дешевле. Это уже неплохо. Это, наверное, значит, что потенциал падения не такой большой. И немножко лучше, чем в прошлом году выглядит Китай. Тогда там было явное замедление. Сейчас вроде бы какое-то оживление прослеживается. Ну, конечно, в отличие от прошлого года, объявление бесконечного QE, это было гораздо более знаковое событие для рынка, чем просто продление его на пару месяцев. Но это, наверное, больше ударит по западным рынкам, по развитым рынкам, куда шел основной приток денег в последний год. На Sumergy Markets все-таки был отток. Поэтому, скорее, базовым сценарием остается какой-то боковик в том же ренче, к которому мы ходили в последний год. Ну, а то, что S&P сделал новый исторический максимум, что потом немножко начал корректироваться, это не говорит все же о вот этом оптимизме-то пресловутом? Ну, это говорит о круговороте денег в американской экономике и рынках. Пока деньги ничего не стоят, корпорации там просто занимают на рынке и выкупают свои акции на сотни миллиардов долларов в год. Именно эта схема оказывается под угрозой, когда денежную эмиссию сокращают. На Sumergy Markets такой схемы не было, поэтому они и не росли. Ну, соответственно, у них и меньше риска упасть сильно. Ну, то есть, да, потенциал падения, да, как ты говоришь? Абсолютно верно. Смотрите, если говорить уже о начале сегодняшней недели, ну, выборы в Германии, наверное, стоит хотя бы пару слов сказать. Хотя, насколько я понимаю, да, никакой интриги не было. Раз, никаких сюрпризов нет. Два, вот. И я так понимаю, что и рынка особый, вот мы смотрим на динамику в Европе, открылась она более-менее позитивно, а сейчас как-то сразу и забыли об этом. Да, на долговом рынке то же самое, если смотреть по Германии, смотреть по периферийным странам, не было какой-то острой реакции вообще. И, ну, как, интрига была, просто ее не было последние недели полторы, да, ну, полторы-две, когда стали известны данные соцопросов, уже вот непосредственно самых близких. То, что, собственно говоря, ХДС остается, ну, и замечательно, это означает, грубо говоря, стабильность финансовой политики, по крайней мере, на ближайшее время во всей еврозоне. Это никак не снимает рисков тех же самых периферийных стран, риска Италии, Испании, Португалии, но это говорит о том, что, скорее всего, ни позиция ЕЦБ не будет сильно, сильно меняться под воздействием, да, соответственно, Бундесбанка, не будет изменяться непосредственно позиция Германии относительно того, как надо выходить из кризиса в Европе, да, то есть не будет, опять же, внутри страны какой-то сильной денежной эмиссии. А это, безусловно, на евро влияет самым прямым образом, естественно, через механизм ЕЦБ, но, тем не менее, это означает, что все сохраняется, сохраняется статус-кво, это важно сейчас. Ну, если опять вспомнить прошлую неделю, да, сохранился статус-кво глобальным, локально сохраняется, то есть жизнь продолжается, я так понимаю, без изменений. Прервемся новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финнам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инновационной группы «Универкапитал» и Александр Головцов, начальник аналитических исследований управляющей компанией «УралСИП». Собственно, вопрос, который нас сегодня тревожит, с утра, сохранится ли растущая динамика? Ну, на самом деле, все, что поросли, да, уже, собственно, и потеряли. Я смотрю СИП, кстати, там технически вот очень грамотно все, да, предыдущий хай пробит и ретест. Вот сейчас встали на 1710, условно говоря. Дальше что будет, посмотрим. Так, ну и давайте я напомню, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финнам.ФМ». Ну, еще пару слов о выборах, наверное, да, интриги никакой, и тем не менее, Саш, политика останется прежней, значит, мы по-прежнему ждем каких-то подводных камней, Грецию, что там, да, Грецию, Кипр, что там еще? Ну, нет гарантии, что политика останется прежней, и есть вероятность, что придется социал-демократов брать в коалицию. Это более мягкая фискальная политика, наверное, какой-то позитив для фондовых рынков, и скорее негатив потенциальный для курса евро к доллару. И, соответственно, есть в этом случае шанс, что и отношение к периферийным странам станет более мягким со стороны Германии. Ну, кстати, вот, что называется, дилемма, да, мы ее тоже обсуждали там на протяжении многих месяцев, наверное, да, оправданная жесткая вот такая фискальная политика, инициированная Германией, потому что есть мнение, что наоборот, да, как же так, закручиваете и ждете какого-то роста или там выхода из кризиса, по определению быть не может, Дим. Ну, это спор, который длится отнюдь не несколько месяцев, и не только у нас здесь, да, это спор, который идет последние, наверное, лет, ну, 70, 80. На самом деле, нет, знаете, ответ это нет. Проблема вся в том, что хорошо раскручивать гайки, да, если у тебя есть гарантия, что всю твою ликвидность куда-то, кто-то стерилизует во что-то, да, либо ты сам, либо кто-то еще. Хорошо закручивать гайки, если ты уверен, что это не будет приводить к резкому падению покупательной способности за счет высоких пособий, например, да, но при этом это не убьет, скажем, инициативы граждан по поиску работы и по созданию новых рабочих мест. То есть, понимаете, глупо применять, ну, то же самое, как для России, просто применять американскую кальку, мы применили, да. То же самое для Греции применять немецкую, с абсолютно разной ментальностью в бизнесе, если хотите, разная ментальность у людей, поэтому разная степень ответственности, и даже не то, что ответственности, а разные понимания того, что можно, что нельзя. Сейчас говоришь у членов Евросоюза, да? Да, да. Поэтому, к сожалению, жесткий механизм, который применен, фактически дает в данной ситуации больше рычагов тем, кто имеет больше влияния в регуляторе. То есть, соответственно, вот Германия и проводит такую политику. Из-за чего? Из-за того, что никто не верит в покупательную способность Юга Европы, да, и в то, что она сможет устойчиво рефинансировать свой долг. В то время, когда была ситуация немножко иная, когда вообще вопрос о госдолге, как о потенциально неоплачиваемом в Европе не стоял, всех, в принципе, устраивало, и все закрывали глаза и на дефициты, завышенные в двое против норматива и так далее. То есть, просто сейчас можно отпустить механизм, но это приведет скорее к сильной девальвации евро против доллара. Что значит сильный? Не знаю, четверть, может быть, да? То есть, ну, условно говоря, в сторону паритета. То есть, 1,15, 1,18, там сильные есть уровни. Хотя здесь, как раз, наверное, теханализ абсолютно бесполезен, но, тем не менее, как ориентир. Но при этом это может не дать никакого импульса для качественного улучшения в экономике, потому что вся экономика Юга на чем строилась? На туризме, на строительстве. Кто будет ездить и кто будет покупать? Из России, например, да? Из Германии вряд ли уже поедут. Потому что, в общем-то, кризис произошел из-за того, что лимит был вычерпан. Спрос. Спрос был удовлетворен. Такого экспоненциального роста не будет. Соответственно, если рост линейный, то финансировать его вот так, при высокодействительных бюджетах, финансировать его за счет эмиссии, это путь в никуда. На самом деле, вот посмотрите на Соединенные Штаты. Просто все доверяют, потому что все понимают, что, ну, может быть, не выплатят. А что делать с другой стороны? Даже на Соединенные Штаты. И, по крайней мере, это инструменты ликвидные, да. Их государственный долг, это инструменты ликвидные. Их, тем более, выкупает их же казначейство. То есть, это другая ситуация. А вот если посмотреть на Великобританию, то, по крайней мере, сейчас, вроде бы, да, там есть какие-то плоды выхода из кризиса путем вот такого стимулирования. Да, но, на самом деле, если мы посмотрим, что же там было два года назад, при дефиците бюджета колоссальном и при растущем, гораздо быстрее, чем экономика госдолга, в общем, складывалась ситуация. Ну, в сторону Японии или в сторону Италии фактически двигалась страна. Но у нее своя валюта, это не надо забывать. Это принципиально важный момент, конечно. Так, хорошо, хорошо. Давайте вспомним сегодняшнюю статистику по Китаю. Она была радостной, на что Китай, как минимум, да, радостно и отреагировал. И, возвращаясь к Сашиной реплике, мы их сравнивали, да, год назад, Федрезерв практически на тех же позициях. Но, действительно, Китай там признаки замедления показывал явные. Мы переживали за него, сможет ли он устоять и, соответственно, поддержать, да, значительную мировую экономику. Сейчас другая ситуация, Саша, как ты считаешь? Ну, нельзя сказать, что там какой-то суперэкономический бум начинается, но, по крайней мере, вектор чуть-чуть вверх направлен по сравнению с прошлым годом, когда он скорее был направлен вниз. PMI, нормальный уровень PMI для Китая до кризиса был 55-57. Сейчас он немножко подрос до 52, да. И реальные индикаторы, вот, сами макроэкономически прямые индикаторы, они пока тоже гораздо скромнее, чем до кризиса. Но, по крайней мере, вектор чуть-чуть в сторону ускорения направлен, чем замедление. И это чуть-чуть поддерживает оптимизм на сырьевом рынке. Да, согласен, да. И главное, что хороший индикатор — это сталь, например, да, и то, что меня радует. И восходящее движение в стале мы видели довольно сильное, еще в середине лета, правда, в конце июля, да. И хорошо металлурги наши отреагировали. Правда, после этого встали, все, дальше все ждут уже подтверждения нового, да. Но, по крайней мере, сейчас они смотрятся с точки зрения реакции на новости, которые важны для цикличных компаний, они смотрятся лучше, чем и год назад, и, естественно, там, весной. Ну, весной — это безусловно. Да, весной все понятно. Ну, смотрите, вот я в кучу пытаюсь собрать. Китай показывает признаки восстановления. Ну, если верить, опять-таки, цифрам, да, официальной статистике, не будем говорить по поводу того, насколько она, так сказать, объективна и так далее. Китай показывает признаки восстановления. В Европе, кстати, тоже неплохие макроэкономические статистики выходят в последнее время. Ну, статистика-то слабоватая, на самом деле. И ритейл-сейлс, и промпроизводство, они последние, по итогам последнего месяца подзагнулись, наоборот, опять в минус. Просто PMI чуть-чуть выше нейтрального уровня стал, но это не обязательно означает бурный рост. Ну, о бурном росте, естественно, нам остается мечтать еще. Ну, тем не менее, есть основания опять рассуждать, что рецессия еврозоны миновала уже, да, и там какое-то мало-мало восстановления. Скоро минует. Скоро минует, да. Ну, о Штатах говорить не приходится, там, так сказать, все продолжает быть так же хорошо, как и было. То есть, вывод-то какой? Вот мы, если все это в кучку соберем, то есть, да, вывод-то все будет хорошо. Я думаю, что мы, да, мы формально можем находиться в рамках нового восходящего тренда, макротренда на рынках и в экономике, в начале нового цикла. Но мне, честно говоря, ни с точки зрения ВОЛ, ни с точки зрения, вообще говоря, ситуации, как она есть, в это просто слабо верится. Хотя, я не знаю. А на основании чего? Интуитивно, да? Да, скорее интуитивно. На циферки посмотрели, все хорошо. Не то, чтобы только интуитивно, на основании того, что непонятно на чем, на какой отрасли, грубо говоря, какая отрасль должна резко вытягивать спрос, даже не рынки, не актировки, а спрос, вот что? Ну, вот, в частности, есть... То есть, восстановление, аккредитование, куда, куда больше, да? Даже не вот, понимаете, Китай и вообще развивающиеся страны, там понятное движение, там можно взять любой фактически индикатор, который есть в развитых, да, в Соединенных Штатах, в Европе или в Японии, сказать, что вот тут еще... Еще потенциал роста, там, два раза, или 50%, да, или 100 раз. И постепенно, как бы, вот на это, там, вытягиваться, да, спорить верно-неверная оценка, там, скажем, в России уровень закредитованности населения всего 20%, а в Америке 100%. Можно говорить дальше о том, что у нас, извините, все кредиты идут на рефинансирование старых, но это, опять-таки, может быть, связано только с более низким аппетитом к, скажем, кредитованию вообще. Это уже дальше можно спорить. А вот, в принципе, на чем в развитых экономиках строят новую волну роста? На потреблении чего? Понимаете, вот, скажем, банки после 2004 года восстанавливались на фоне роста объемов кредитования на ипотеке, в том числе. Сейчас на чем? Там растет цена, например, на недвижимость опять в Штатах, да, ну, по крайней мере, индикативно. Я не уверен, что там рост объемов действительно так, ну, грубо говоря, по крайней мере, разрешение на строительство довольно плавающее, поэтому сложно сказать, устойчив этот тренд или нет. Но он не сильный, и, опять же, куда, куда расти? Вот этот, что называется, эффект низкой базы, да, после того, как мы в результате кризиса оказались на неких низких уровнях, да, и вот сейчас Саша опять вспомнил, что мы, если говорить о рынке Российской Федерации, то мы находимся гораздо ниже, чем были год назад. Да, да, относительно нас все верно, все хорошо, все красиво, куда им расти, куда расти развитым рынком и, главное, на чем, там, куда понятно вверх, а на чем. То есть, что должно быть, скажем так, драйвером устойчивого развития, ни отскока, ни там квартального, полугодового движения вверх, на восстановлении к старому уровню, да, ну, например, там, к спросу на автомобили, да, а что будет драйвером нового роста, длительного, что всосет в себя какие-то новые рабочие, или, вернее, не занятые рабочие места, да, что создаст новые рабочие места. То есть, это мы к глобальной парадигме опять, да, возвращаемся? Ну, фактически, наверное, да. Да, что у тебя по этому поводу есть? Рынки, либо нужны просто тупо новые рынки, как рынок Восточной Европы в, там, в девяностые годы. Ну, на самом деле, появился тренд к тому, что развитые страны стали отвоевывать долю рынков промпроизводства, мирового рынка, развивающихся, да, потому что в той же Америке электроэнергия стала стоить дороже, дешевле, чем во многих развивающихся рынках. Транспортные расходы часто ниже, и производительность труда гораздо выше, поэтому есть тренд переноса производства туда просто. Но это может быть новой действительностью, вот то, о чем ты говоришь, Дима. Для американского рынка — да. И в Европе мы видим, что весь экономический рост в последние два квартала за счет чистого экспорта. То есть там экспорт растет быстрее, чем в Китае, там, быстрее, чем на большинстве emerging markets. Вот есть такой тренд. Ну, как минимум, какой-то тренд. Сейчас еще раз прервемся, хорошо, новости на Финам.фм, потом продолжим. Зарабатывайте на крупнейших биржах мира вместе со спонсором программы «Сухой остаток» брокером «Ху Трейдс Лимитед Кипр». Информация о компании, ее услугах и тарифах распрещена на сайте www.finam.com.coi. Торговля финансовыми инструментами может повлечь риск потерь. Проконсультируйтесь у независимых экспертов перед началом торгов. Ну что ж, продолжим эфир «Сухой остаток» на Финам.фм. Продолжаем мы говорить о том, что же ждет нас в ближайшем и не очень будущем. Хотелось всегда знать. Хотя бытует и другое мнение. А зачем? Да, зачем? Жизнь становится скучнее сразу, если знаешь будущее. Если все знают. Если все знают. Да, если ты один, она гораздо веселее. Согласен. Еще раз представлю. В студии «Сухой остаток» сегодня Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институтной группы «Универкапитал» и Александр Головцов, начальник аналитических исследований, управляющий компанией «Уралсиб». Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». Ну, Дим, если не возражаешь, вернемся все-таки. Мне очень нравится ход твоих рассуждений. Ну, по большому счету, я согласен, да, что, в принципе, и мы тоже многократно и в этой студии эту формулировку здесь озвучивали, что, конечно же, мировой экономике нужен какой-то, да, новый драйв. Новый драйв, да. Новая идея, новая парадигма. Вот, она будет буксовать, видимо, еще долгое-долгое-долгое время, пока принципиально что-то не поменяется. Вот это принципиально что-то, вот. Либо новый продукт, который пользуется спросом везде, либо новый рынок, который будет видать в себя старые продукты. Да, по поводу нового продукта, да, мы говорили в рамках разговора об нефтяных рынках, да, рынках энергоносителей. И, помнишь, да, вот, в принципе, если бы сейчас что-то вместо нефти что-то придумано было бы, это бы изменило всю действительность на планете. Ну, да, может быть, да, если бы этому разрешили работать. А, кстати, не факт, да, что это давно уже придумано, но по определенным причинам... На самом деле все инновации, они же имеют очень длительное время, с момента, как их придумали, да, до того, как их начали использовать. Но здесь мы действительно затронули очень интересную тему, и Александр сказал о реиндустриализации. И в Соединенных Штатах, и для США в этом плане конкурент основной, это Германия и Китай. И Германия, и Китай. Соответственно, естественно, что Соединенным Штатам можно выиграть эту войну, по крайней мере, у Китая, только на увеличении доли энергоэффективности либо наукоемкости принципиальной, да. Учитывая, кто создает всю науку в Соединенных Штатах, тут риски, скажем, промышленного шпионажа слишком высоки. А вот с помощью высокой цены на энергоносители, которые, опять же, об этом мы уже много раз говорили, и сильно удорожают стоимость производства, и увеличивают себе стоимость доставки на рынок Соединенных Штатов. Потому что это морские перевозки, это фраг. Так вот, рост цен на рынке фрагта и рост цен на энергоносители, они, в принципе, коррелируют, но просто фрагт гораздо более волатилен, безусловно, может быть очень сильным инструментом в реиндустриализации Соединенных Штатов. О чем это говорит для развивающихся рынков, ну, для России, к сожалению. О том, что, да, нефтегазовые наши компании, безусловно, интересны, как производные от нефти, да. Сырьевые наши компании, тоже интересны, как производные от цены на металлы, например, да. То есть, если сталь сейчас низкая, значит, да, я надеюсь, что она будет, по крайней мере, не на уровень 10-летней, да. Ну, типа повыше, да. Ну, вот будет нас стоить 400, да, скажем, значит, вот вам там очень хороший, я не знаю, может быть, 50% рост потенциал для Северстали или для ММК, да, а может быть и 100, а для Мечилы, может быть, и 150. То есть, тут абсолютно непредсказуемо, но он очевидно большой. К сожалению, в целом для рынка скорее это минус, и для страны, как таковой, это скорее минус, потому что зачем инвестировать в более рисковую страну, которая постоянно по Сирии, недовольно с Грузией воюет и так далее, да, либо просто, ну, фактически является производным от сырья. Если можно инвестировать с гораздо меньшими рисками, занимая под меньшую ставку у себя дома, тем более, если дома пошла реиндустриализация, рост промпроизводства, рост спроса, то есть все сектора запускаются, понимаете, и они начинают разгоняться. В России они будут просто, ну, условно говоря, стабильны, да, а темпы роста рискуют оказаться выше и в Соединенных Штатах. Вот это основной риск. И фактически это означает то, что вот разрыв между, там, условно, индексом РТС, поделенным на индекс СНП будет и дальше расти в этой ситуации. Ну, или, по крайней мере, вот этого очевидного схлопывания, возврата, там, к уровню 2007-го года или 2010-го конца не произойдет. Вот о чем я говорю. Ну, смотри, мы говорим сейчас о России как части развивающихся рынков. Конечно. Или все-таки у России, как известно, свой особый путь? Ну, условно говоря, развиваться-то она тоже не очень развивается. Она, фактически, да, такая очень хорошая сырьевая страна, крепкая, где металл и нефть, обслуживающая банковская система. И какой-то ритейл, где люди, соответственно... Чего-то покупают. Ну, да. Все монетизованные усилия, так сказать, реализуют и воплощают в китайскую продукцию или, там, российскую, там, сельхозпродукцию. Вот, вот идеология. И главное, что именно так ее воспринимают за рубежом. Поэтому либо отдельные идеи какие-то, либо рынок долга, который в этой ситуации станет менее привлекательным. Ну, и все. А менее привлекательным он, почему? Независимости, да, не от величины ставок? Ну, если сохранять... Нет, именно в зависимости от величины ставок. Если сохраняют... Если ваши деньги дорожают, то зачем вам оставаться в более рисковой стране, если можно работать у себя? Да, если работать у себя с гораздо более низкими рисками. Пускай это формально, неформально, обоснованно, необоснованно. Но это так. Я понял, хорошо. Ну, а и все-таки, да, это такая глобальная все-таки у нас попытка найти глобальную пюродигму. Давайте посмотрим все, что происходит. Вот Дима заговорил о поиске идей, да, на российском рынке. Все-таки, Саш, есть еще какие-то идеи на российском рынке? Или они, в принципе, да, как класс отсутствуют здесь у нас? У нас, поскольку рынок наполовину состоит из нефти и газа, то, мне кажется, ключевая идея, в принципе, она и отыгрывается уже последний месяц. Это недооценка, дешевизна нефтегазовых бумаг, которые стоят в три раза... Которые стоят дешевле, чем три года назад. Хотя нефть с тех пор подорожала в полтора раза. И нефтегазовые компании других стран, развитых стран подорожали. Дивиденды по нашим компаниям выросли. Курс рубля немножко ослабел. В общем, образовался такой разрыв большой, который заставляет иностранцев с интересом на наш нефтегаз смотреть. Ну и плюс появился катализатор в форме «Газпрома», у которого стали показатели выправляться. И след за ним, следом потянулось. А скажи, пожалуйста, вот этот разрыв произошел. Он по какой причине? Это внутренний фактор или это внешняя конъюнктура? Ну, я думаю, главным, одним из главных, может быть, факторов стало то, что консенсус глобальный склонился к тому, что нефть будет дешеветь. Сейчас долгосрочный консенсус, наверное, 90 долларов за баррель. И плюс отношение к России стало меняться в худшую сторону. Но оценка, может быть, оценка корпоративного управления здесь, может быть, какие-то политические факторы. Были не очень хорошие шаги со стороны «Газпрома», который понижал дивиденды. И были очень большие опасения, что революция сланцевого газа, она рынок для «Газпрома» очень сильно сократит. А в последние полгода стало понятно, что, наоборот, пока дефицит сжиженного газа на мировом рынке складывается, не так негативно развивается ситуация. Кстати, актуальность революции сланцевой-то остается, Дим? Что значит остается? Понимаете, есть разные способы добычи углеводородного, не только сырья. В разных странах одно нужно применять, другое не нужно. В России глупо пытаться добывать сланцевый газ вместо, вместо, стандартно там, условно, Волонжинский, Ачимовский залежи. Что угодно возьмите. Уж лучше попутный газ тогда, хотя это тоже дорого по сравнению с газом «Газпрома». Возьмите Японию, там можно добывать газгидраты. За счет собственной денежной эмиссии в собственной компании добывать безумно дорогой газ, которого себестоимость должна быть порядка тысячи долларов за тысячу. Ну, 800-800, хотя это оценки, они условные, потому что непонятно, сколько будет стоить оборудование, суда буровые и так далее. Вернее, не буровые, особенно, которые будут собирать эти газгидраты внизу и потом их всасывать вверх, они будут регазифицироваться. Но зато это целая новая отрасль, как раз, кстати, которая, словно, японский рынок может вытащить на фантастические небеса. И рынок стали тоже. Но это для Японии хорошо, потому что она импортер, на это импортер, и вообще чистый импортер на весь объем газа. А для России это не нужно. Для Европы, где, в принципе, есть и своя стандартная добыча, пускай она чистый импортер, но, тем не менее, рядом есть Алжир, рядом есть Катар. Зачем там нужно рубить собственную почву? Непонятно. Для Америки, да, безусловно. Но, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, не нужен Америке дешевый газ и дешевая нефть, дешевые энергоносители. Ей надо, чтобы у нее было дешевле. Она это сделала. Все. Дальше они могут субсидировать, сколько угодно, долго, собственные компании, которые сейчас в очень плачевной ситуации находятся. Все. И они, собственно, никогда не были особо прибыльными. Они росли на объеме, на ожиданиях, но никогда не на марже. В отличие от «Газпрома», в которой компания уникальна, маржинальна. Поэтому вот, вот, собственно, идеология. Поэтому сланцевая революция, конечно, будет обязательно подниматься тема еще, но это не то, что может, скажем, перевернуть рынок газа. Она же ведь никак и не повлияла сильно, кроме того, что резко возросло число скандалов и требований о пересмотре формул спотовых поставок. Ой, вернее, не спотовых, а долгосрочных контрактов. Вот и все. То есть некие разговоры просто, да? Да. Это хороший механизм, чтобы влиять на стоимость транспорта. Опять же, поднимать фраг. То есть это же, безусловно, с прицелом на рынок СПГ может влиять очень сильно. Это может, скажем, стимулировать объемы заказов танкеров, газовозов. А это очень, очень дорогие суда, несколько сот миллионов долларов. Их не так много верфей могут построить. Соответственно, можно, перезагрузив их сейчас, существенно сбить цену на фраг в дальнейшем. На фраг просто сбить через 6 лет и так далее. Ну, я не знаю, что конкретно преследует, но то, что сама по себе сланцевая революция, это не то, что они пытаются все время сказать, это очевидно. По крайней мере, людям, которые в отрасли работают, это очевидно. И здесь, и в Европе, и в Америке. Слава богу, с геологами общался не с финансовыми геологами, а просто конкретно с геологами. Но это очевидно. А финансовые геологи, это кто? Финансовые геологи, ну, например, это там глава департамента стратегического развития. Вот это. То есть он номинальный геолог, да? Ну, в принципе. Да. Пашни не трогал. Да. Хорошо. Иногда мог и трогать, но все равно. Я понял. Ну, вот, тем не менее, смотри, к идеям-то, да? Сашину позицию одобряешь ты, что у нас сейчас нефтегазовые компании, да, и так далее. Ну, естественно, конечно. Конечно. Именно точечный такой, да, выстрел на российский рынок? Да, на Россию абсолютно точечно смотрят. Я говорю, ищут идеи какие-то. Ну, посмотрите, вот там ритейл, да, выбрали одну компанию, которая активно растет, расширяется, ее покупают совершенно по ценам, которые, кажется, фантастическими. Периодически начинаются резкие откаты, потом вспоминаешь, ой, а что же, а куда же? А куда же, а куда же, а куда же, что-то, вроде Dixie не хочется почему-то покупать. Они медленнее растут. X5 тоже что-то медленно растет. И давай опять. Вот, то есть мало идей. Посмотрите, Роснефть, да, что-то происходит, выкупили до 270, потом все успокоились, упало до 210, ой, надо начинать покупать. Если уж 200, все, тут просто стронгбай, и это продолжается последние цать лет. Согласен. Хорошо, значит, мы сейчас еще раз прервемся, новости послушаем на Финам.фм, ну и потом продолжим наш эфир, и возвращаясь к российскому рынку, еще надо обсудить, конечно, тему национальной валюты. Она очень жива в последней нити. Новости. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Сегодня, как всегда, обсуждаем текущую динамику в финансовых рынках. В студии Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инновационной группы «Универкапитал» и Александр Головцов, начальник аналитических исследований, управляющий компанией «Уралссип». Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». Ну что ж, и тема животрепещущая. Давайте к ней мы вернемся. Итак, последние две недели рубль показал головокружительную динамику. Буквально кружится голова, когда особенно смотришь на график. Начиная от годового максимума в районе 33.50 и, значит, сегодня понедельник, пятница, четверг. И в четверг он показывал лоу 31.50. Вот два рубля за две недели. За десять торговых сессий. Это, конечно, мама, не горюй. И не случайно, Дима говорит, я посмотрел когда-то, в четверг посмотрел, да, в терминал, и не понял, может быть, наверное, что-то там кто-то обещал. Приглючило, приглючило. Так что же происходит-то, тем не менее? Потому что, ну, давайте, там, я вспомню, хотя все это прекрасно помнят, буквально несколько месяцев назад мы, естественно, с трепетом смотрели в другую сторону совсем и называли, ну, особо одаренные называли там цифры, я не буду их озвучивать. Но, тем не менее, у нас был вот ориентир, да, на 33.30, как, опять, годовой минимум, ну, и там, 12-й год у нас 34 еще стоит. 33.50, и вдруг резко все развернулось. А потом, кстати, развернулось, пойдет дальше-то. Ну, сейчас уже мы видим все-таки восстановление определенного доллара. Естественно, что это было во многом такой психологической реакции на совершенно неожиданное решение. Не российские причем. Да, и, собственно говоря, доллар-то двигался, если бы только относительно рубля. То есть это не динамика рубля, это динамика доллара. Вот это важно подчеркнуть, это не укрепление рубля, это падение доллара. Да, и укрепление доллара, да. Она, в общем, чисто эмоциональном всплескивала. И сейчас мы видим обратное движение к 32. Собственно говоря, пойдет ли дальше или нет, я считаю, что, в принципе, рубль слишком часто считают слишком слабым. Слишком слабым? Да, слишком часто считают слишком слабым. Поэтому мне кажется, что при сохранении вот той ситуации, какая есть на рынке сырья, на рынке европейского долга, опять же, потому что это, естественно, перекидывает на товарооборот с Россией сразу. Ничего особенно-то и не должно поменяться. То есть район там 31,8, 32,6. Вот в этом диапазоне вполне рубль может заканчивать год в зависимости от того, что будет за рубежом происходить. С ценами на нефть, то же самое, с той же самой Сирией. Потому что, естественно, что это будет очень мощный драйвер, если что-то произойдет. Причем не обязательно там военная операция, достаточно просто, чтобы мы окончательно поругались Соединенными Штатами, например. Вот и все. Поэтому не надо сильно-сильно паниковать. В июне мы это говорили, когда люди постоянно звонили, пытались идти в обменники, покупать срочно-доллары. Ну, я не вижу в этом какого-то резона. Если ничего глобально не происходит, каких-то резких перекусов, то не надо и дергаться. Риски были очень большие. Например, по Китаю, да, когда мы где-то, в принципе, рассматривали риски, риски схлопывания рынка внутреннего госдолга, да, у них муниципального долга. Это, конечно, могло транслироваться и на всех контрагентов, и на валютные рынки все тоже. Просто через банки. Были риски того, что в Германии не получится. Вот именно того результата выборов, какой получился. Соответственно, тоже перекосы, естественно, тоже могло бы транслироваться и заведомо транслировалось бы на рубль. Но сейчас, учитывая, что на рынке сырья все спокойно, даже умеренно позитивный тренд по металлам как-то прорисовывается, пытается, не очевидный, но тем не менее пытается. И, ну, по крайней мере, ощущение дна какого-то есть, такого локального. Вернее, уровня для отставления, это уже не дно. То я не вижу смысла, и как-то видеть, там, 35-36 к концу года не получается пока, к счастью. К счастью. Саш, ты как на рубль смотришь? Долгосрочно, мне кажется, тренд к ослаблению должен существовать. Видим, что заметно и устойчиво ухудшается сальдо текущего счета с 5% максимума посткризисного от ВВП до 2%, последние данные за второй квартал. Видим, что все меньше инвестируют в Россию. Я имею в виду именно инвестиции в экономику вообще. Инвестиции в основной капитал стали падать, потому что более выгодно строить новые предприятия за рубежом. По каким причинам, мы уже упоминали. Вот из-за этого отток капитала начинает превышать сальдо текущего счета. И как одно из подтверждений тому, что золотовалютные резервы не то, что перестали расти, но даже с начала года в небольшом минусе. И это, по идее, должно вести к ослаблению рубля. Иначе конкурентоспособность экономики просто будет падать еще сильнее. Плюс ставки по долгам, наверное, еще с конца прошлого года стали совсем, на мой взгляд, неинтересными. Ставки по рублевым долгам для западных инвесторов почти нулевыми, с учетом хеджирования валютных рисков, что тоже приток капитала не стимулирует. Сейчас, наверное, предошло в сентябре какое-то закрытие шартов. То, о чем мы говорили, да? Да, Центробанк немножко удивил 13-го числа. Он не то, что не оправдал надежды на снижение ставок, но дал понять наш Центробанк, что ставки не будут снижаться наверняка до конца года. Возможно, и в следующем, потому что нужны инфляции. Но до 16-го он забавно таргетировал там 5,5%. Если можно, мы чуть потом это тоже прокомментируем. Поскольку наш Центробанк еще и поставил ориентиры инфляции на следующий год 4,5%, это значит, что теперь непонятно вообще, когда ставки будут снижаться. Это скорее фактор в поддержку рубля. По крайней мере, это краткосрочный и тоже помогло волне закрытия шартов. Но в дальнейшем, особенно когда опять подойдем вплотную все-таки к сокращению QE, это будет стимулировать отток капитала из России снова и поддержит тот самый макроэкономический тренд на ослабление рубля. Кстати, я с тобой согласен, конечно, рано или поздно мы опять эту тему будем обсуждать, сокращение QE. Но в самом начале замечательно мне понравилась формулировка такую озвучивал. Бесконечное QE. Может быть, формально оно действительно будет бесконечным. Потому что каждый раз ведь вот что мешало? Ничего не мешало. Но тем не менее сказали, ребята, сейчас не время. Опять мы сидим ждем. Ну, то же самое, как у нас бесконечное ожидание. QE в России. От российского ЦВ, тоже, что, казалось бы, мешало, ничего не мешало. Но тем не менее постоянно изобретают другие механизмы вливания ликвидности в систему. Слава богу, они пока работают все же. Да, фу-ть-фу-ть-фу, совершенно верно. Но на самом деле, здесь я с Александром согласен, если мы смотрим не на полгода, а туда, далеко, то на самом деле цель по инфляции 4%, если брать соотношение темпа роста инфляции, которые сейчас. А за рубежом тоже очень многие, ну, исходят из довольно простых и довольно неблагоприятных для нас. Ну, как сказать, не то, что неблагоприятных, не оптимистичных для нас моделей. То это значит, что при секвестре бюджета на 5%, это значит, что нулевые темпы роста, риск, вот в чем. Соответственно, ну, очень хорошо. Замечательная страна с хорошей стабильной валютой, вроде бы, да. Нулевыми темпами роста, большими ЗВР. Например, когда везде идет рост, по экономике мировой даже идет рост. Европа в следующем году ожидание выхода как минимум на плюс 0,5 уж точно. Там даже в этом году есть у умеренных оптимистов ожидание выхода по еврозоне в целом в плюс. Ну, это вряд ли. А в следующем году уже в Америке 2% и больше, да, есть ожидания по темпам роста. Соответственно, зачем вкладывать все валютные риски, неся на себе, все отрицательные кэри, имея при этом. Зачем вкладываться сюда? Соответственно, снижение интереса к рублю, конечно, это очень большой риск в этом плане. Но просто пока ситуация вот остается такой, как она есть, пока нет подтверждения устойчивого роста в Европе, в Штатах, пока дорогое сырье, то все будет нормально. Дальше, честно говоря, вообще не очень понятно. Кстати говоря, вот тема Олимпиады, я не знаю, может быть, чтобы так разбавить, очень любопытно. Когда проводились Олимпиады зимние, всегда в течение примерно двух кварталов перед Олимпиадой рост национальный индекс, и, значит, уже непосредственно квартал Олимпийский он рост, а потом было снижение, причем довольно сильное. Восемь случаев из восьми. Восемь из восьми, то есть стопроцентный результат практически. Ну, пока, да. То есть если этот сигнал, так сказать, да, использовать, тогда мы третий квартал, четвертый квартал, да, должны расти. Ну, вот, грубо говоря, осень хорошая, да, и там, условно, в марте продавай все. Ну, в России особый путь может быть. Ну, да. На самом деле, вы знаете, замечал очень много таких вот, как бы, статистических закономерностей, выявленных, все проверенных, ну, условно говоря, примет. Это приметы же. За последние годы не работают вообще. Вот, очень интересно. Посмотрим. Может быть, и тут не сработает. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Значит, что у нас осталось еще с вами обсудить? А, и вот, если можно, там осталось две минуточки, да, и пару комментариев по поводу стратегического развития и 5,5% ставка рефинансирования к 2016 году. Ну, это, ну, как, ориентир, ориентир для моделей внутри правительства, естественно, там это уже обсуждалось, я думаю, ориентир для инвесторов, к сожалению, это и ориентир для бизнеса. Совершенно верно. Но эти цифры, они с потолка или все-таки, ну, какая-то почва есть? Нет, это не с потолка, это просто в рамках тренда. Там, рынок хочет, больше ликвидность получит, но не всю и не сразу. Вот, грубо говоря, как-то так. Так, проблема в том, что, если говорить именно о решениях ЦБ, да, ЦБ все-таки ориентирован на рубль и на банки, он все-таки через другие механизмы, не через механизм ставки спасает банки, если видит, что начинаются проблемы. То же самое без залоговый кредитный, аукционный. Он видит, что спрос на валютных свопах очень большой, а репо все исчезло. Значит, опять-таки, да, ничего не поменялось, кстати, если говорят, с лета, значит, ситуация у некоторых банков плохая. Но просто так вливать деньги он не хочет. Здесь ориентир на инфляцию. Неважно, связаны эти вещи или не связаны, но, значит, там связаны все. Саш, ты видишь, да, развитие к 2016 году? Ставка реконсирования 5,5, это чисто техническое движение, она просто приравнивается к действительно актуальной ставке репо. Но, в целом, ставки наверняка будут падать на рынке просто потому, что спрос на кредиты снижается вместе со стагнацией экономики. И это, в принципе, делает корпоративные облигации недлинные, привлекательными, на мой взгляд. То есть сейчас, в принципе, если говорить о долговом рынке, да, вот можно и такие технические, да, торговые... Ожидания в основном у всех, да, 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 действительно так. То есть, снижение доходностей, да. Хорошо, хорошо. Ну, давайте я буду заканчивать, да, полчаса, 30 секунд у нас осталось. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Напомню, Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инициационной группы «Универкапитал» и Александр Головцов, начальник аналитических исследований, управляющий компанией «Уралсип», сегодня были в студии «Сухого остатка». Обсуждали мы, как всегда, текущую динамику на финансовых рынках, ну, по поводу того, сохранится ли она растущей, да, поживем-увидим, наверное. Кстати, я хочу напомнить, в четверг ВВП окончательный за третий квартал, да, что достаточно важно, за второй квартал, конечно. Вот, ну и, собственно, поживем-увидим. Спасибо за внимание, до завтра.